Всем привет, с вами Андрей Скрыпник, я нахожусь в поистине легендарном месте, это пункт приема вторсырья Романа Сибекина. Однажды мой YouTube-канал начался с ролика про Романа Сибекина, о том, как он организовал пункт приема вторсырья, как занимается переработкой. Этот ролик, выражаясь профессиональным термином, очень хорошо зашел на YouTube, набрал много просмотров, много комментариев. Но самое ценное, что люди в нашей стране, по его примеру, стали заниматься вторсырьем, принимать отходы и перерабатывать. Затем у Романа случился пожар, мы об этом тоже рассказывали, затем через суд у него пытались отнять землю, мы тоже снимали ролики. А затем случился самый главный суд, и Романа Сибекина лишили свободы. Больше года я не видел Романа, как и вы, дорогие зрители. Мы единственное снимали сюжеты с его супругой, поднимали тему в телеграм-канале, ссылка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. И сейчас, через считанные минуты, Роман появится здесь, потому что его освободили по условно-досрочному. И я впервые его увижу и смогу с ним пообщаться. Так что, можно сказать, эксклюзивное интервью с Романом Сибекиным после его освобождения прямо сейчас. Слушай, я больше года тебя не видел, представляешь? Привет. Очень-очень рад тебя видеть, очень. Привет. Ты вообще такой уже взрослый стал. Да, дети растут. Давайте микрофон повешу, чтобы хочется. Роман, поздоровайся с подписчиками, потому что многие писали в течение этого года и больше, как там Роман Сибекин, атаковали, расскажи, как какое-то время проходит, какой-то период, напоминали. Поэтому можешь сказать, как с тобой вообще дела, как ты пожелаешь. Всем привет. Знаешь, хочется иногда после больше помолчать, чем нежели поговорить. Потому что такая, знаешь, когда выходишь, такая абстракция, где-то что-то и как-то надо въезжать вообще в жизнь, смотреть, что-то происходит. Но прежде всего хотел сказать спасибо вообще всем, вообще всем, кто поддерживал, потому что попадая туда, ты вообще в такой абстракции, и когда тебя люди поддерживают, пишут это чувство. Ну, это, блин, это гигантская поддержка, это, знаешь, когда тебе приносят письмо, там, держись, мы с тобой, там, ну, придает тебе сил, очень-очень-очень много сил, понимаешь, и ты прям стараешься хорошо держаться. Потом какое-то настроение на спад, идет, следующее письмо приходит, ты опять, ты вот, знаешь, вот, вот, оно очень сильно помогает. И, ну, помогает, понимаешь, все, не только там кто-то писал, кто-то там помогал, там, финансово, кто-то помогал, там, одежда, закрутки принес, кто-то там доброе слово сказал, кто-то там что-то сделал. С разных уголков, кто-то там, да, вот, с разных, со всех сторон, все, кто мог, чем могли, тем помогали, всем, вот, гигантское, гигантское спасибо, это прям, ну, невероятная такая, ну, невероятная поддержка такая, и после такого тоже хочется самому помогать, да, помогать, ответ, какую-то реакцию сделать, чтобы там, кто-то тоже в какой-то ситуации не оставаться потом безучастным, это очень важно. Если мы так в дальнейшем будем все вместе, там, да, друг другу помогать, не оставаться безучастными, то, я думаю, просто нам будет легче жить, и наша жизнь улучшится просто так, в моральном плане, эмоциональном плане, ну, вот. Давай попробуем восстановить вообще хронологию так коротко. В прошлом году, когда случилось решение сюда, для всех вообще людей в этой повестке, это был некий нокаут такой большой, люди со всей страны стали репостить эту новость. Говорит, что за безобразие, к сожалению или к счастью, тогда информационного шума насчет других тем было меньше, и ты занял основную повестку в экологической среде, и даже вот в течение этого года, куда бы я там ни приезжал, в какой регион, О, с Волгограда, что там Роман, когда, когда уже, вот, это очень чувствовалось, это было круто, но расскажи для тебя, само вот решение суда, как ты это воспринял? Ну, смотри, это было, знаешь, я ехал на суд, думаю, ну, наш гуманный суд разберется во всех, там, перипетии, я думал, сейчас все, вот, все досконально выяснят, все проверят, все будет классно, все отлично, там, скажут, невиновен, иди спокойно домой. Ну, хотя я там приготовил маленькую сумочку с собой на всякий случай, там, ну, там прям было по минимуму вещей, вот. А тебе кто-то адвокат сказал, или ты сам так начал? Не, я, я просто, как бы, мотаясь в командировку, я беру сюда сумочку, там, там, минимум вещей, там, особенно, там, это была зима, февраль, и, там, прям, все, все по-минимуму, вот, и думаю, ну, приеду домой, по-любому, все, все, все будут, все разберутся, вот, и, тем более, ситуация какая, меня же сначала обвиняли по статье, там, другой, там, 201, сделаешь выплатку, значит, там, 6, там, где-то, там, следствие длилось, там, променялась куча следователей, все смотрели, говорю, нет состава преступления, там, все хорошо, ну, как бы, там, все, ну, по документам все было нормально, вот, и дело постоянно закрывали, открывали, закрывали, открывали, и в итоге закрыли, по сроку давности его, там, оно прекратилось, вот, и потом возбуждает по статье 159, часть 4, это мошенничество в особо крупном размере, я так думаю, слушай, ну, если, там, по 201 ничего не нашли, там, то состава преступления не было никакого, тут, там, по мошенничеству, вообще, априори не должно быть ничего, потому что там есть определенный составляющий, корыстный мотив, умысел, и все там такое, то есть, здесь, априори ничего не должно быть, ну, и суд в этом разберется, что-то скажет, нет, все, ты, как бы, невиновен, ну, и получилась такая ситуация, что, вот, заехал, 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 профессионально, да, да, и ты, вот, ты слышишь, этот приговор, первая твоя мысль какая? Ну, это просто шок, понимаешь, такое, думаешь, да, и когда, там, прокурор запрашивает, что, там, три, там, или четыре года, такое лишение свободы, блин, все происходит, странно, потом, так, выходит судя, говорит, такой, два года лишения свободы, в колонии общего режима, и я такой, да, ну, что, и тебя прям в зале суда, и такой, да, поместить, он такой читает, поместить, залет, я смотрю уже, в зале суда, там, пристав стоит, приобычный пристав, когда, когда дело заходит, как бы, негативно ворот, и думать, что-то уже, это не очень хорошо, иди, поместить, под стражу в зале, в зале суда, и мне, там, нет, я бы дать, хоть, тяжелее, эту смс-ку напишу, там, ну, телефон забрали, все, меня поместили уже в этот, так называемый аквариум, вот, и я так, и прям шок, думаешь, все, блин, два года, ты просто никого не видишь, трое детей, трое детей, жена, тут без суда, и вообще, вообще, ничего, там, как, кто, там, ты больше, знаешь, думаешь, не за себя, как таково, потому что, ну, тебя, там, кормить, одевать, там, ну, тебя, на произвол судьбу не бросят, вот, а думаешь, больше за своих родных, как они будут, понимаешь, и как это будет вообще все, и, там, и не жена, не знает, что там, посадили, не посадили, ну, то есть, тут прям, такой был очень острый момент, неприятный, не, никому не, не советую, не рекомендую проходить это, блин, это, вот, первая фаза такая, там, вот, там, первый, там, час, шока, да, шока, понимаешь, конкретного, и, блин, хотел заплакать, но не смог, понимаешь, просто в таком, эмоциональном, взрыве, там, я не знаю, как это просто, как это описать, понимаешь, что, и потом два дня, ну, да, и потом два дня еще, там, когда, там, тебя уже перевозят в СИЗО, вот, там, вот, КАМАЗ, в Синовский, в котором ты едешь, понимаешь, куча народу, там, неизвестного контингента, да, неизвестного, с которым ты, в принципе, не привык контактировать, там, ну, как не привык, все обычные люди, там, все такие же, как и мы, вот, у всех своя сложная судьба, ну, как бы, ты думаешь, что непривычный контингент, потом оказывается, что все нормальные люди, все адекватные, все люди, в принципе, там, вот, такие же, как и я, там, и ты, и все, или миллионы других. А ты, получается, был с теми, кто тоже по мошенничеству, или было совсем... Нет, это же, получается, так, что... Или кто общего режима. Нет, суда, ты едешь, там, с Люблинского суда, мы поехали в Мосгурсуд, нас повезли, вот, там всех, то есть, этого суда собирают, общий, там, и мошенников, и воришек, и убийц, и всех-всех-всех собирают, в общий КАМАЗ закидывают, и ты едешь в Мосгурсуд, Мосгурсуд нас опять, там, раскидывают. Какая атмосфера в этой машине тех, кто только что услышал приговор, что все сидят, молчат, в шоке, рыдают, как вообще состоит? Это потом уже, я уже, когда много раз поездил в этом КАМАЗе, так скажем, и уже смотрел на тех, кто только заезжает, их реакцию на, на, вообще, свой приговор, ну, то есть, у них тоже такое состояние, блин, как будто их дали, дали по голове им, и они не понимают, в чем, в чем вообще дело, что вообще происходит, вот, и, ну, и, помню свою реакцию, когда мне, там, ребята говорили, слушай, да все нормально, там, ничего страшного нету в этом, ну, там, там, 42 года, там, у тебя, там, вообще ни о чем, там, мне, там, 8 дали, я, там, с 11, там, еду, там, с запросом, понимаешь? Такой, да вроде, неплохо еще, да? Ну, я так думаю, да как куда тут два года сидеть, и, ну, не то, что сложно, а не понимаешь этого, и вот все мы приезжаем, в общей, в общем КАМАЗе, все мы приезжаем, вот, в СИЗО, и в СИЗО, там же идет раскидывание, у кто, кто первая, статейник, ну, первый раз там попадает, не искать, что отдельно? Их, ну, то есть, по закону запрещено сажать... Рецидивистов? Передверо-статейников и рецидивистов, первоходы, так называемые. Ну, давай, поправляем меня сразу. Вот, ну, то есть, кто первый раз попал, их запрещено вместе содержать, с теми, кто попал уже два и более раз, вот, поэтому, и тем более получается такое расслоение, там, легкие статьи, там, 159, скажем, легкая статья, она, ну, интеллектуальная статья, так скажем, их стараются со 159, большей части, ну, и адекватными, потому что там тоже отбор идет психологически людей, чтобы, там, в одной камере содержались люди адекватные. То есть, и вот, иди сюда, иди сюда, иди сюда раскидывают. Как будто им тоже не нужны проблемы, да, во всем? Никому не нужны проблемы, чтобы не мешать, и, там, создавать конфликт. В принципе, никому не нужны проблемы. У всех своя работа, все приходят, поработали, как бы, там, чем тише отработали, тем лучше, и поэтому и для этого всех вот так раскидывают. Там, совсем буйных, там, в отдельные, в отдельный корпус, в отдельные камеры, или, там, в карцера, или в... В резиновой комнате, забыл, как называется она там, для лиц, у которых произошел нервный срыв. Ты видел такое? Ну, конечно. У тебя был? Нет, у меня, слава богу. А как это выглядит у других? То есть, просто истерика начинается? Ну, просто истерика, паника начинает кидаться, там, на стены, там, кидаться на всех остальных, их, поэтому... Такие просто им дают какой-то психолога, или просто в резиновой? Ну, во-первых, психолога не дают, они неадекватны, они не могут не успокоиться. Их, там, раздевают до гола, вот, и закинут эту резиновую комнату, чтобы он... А там все резиновая стена? А там все резиновое, абсолютно все. Чтобы он, там, сам себя не убил, короче, Варя, не расшибся голову, и, там, вот, сутки, там, успокаивается. Вот, я не назову это успокаением. Я вообще... Я видел, когда это резиновая комната, думаю, да, слышь, тут, наверное, не то, что она не помогает, успокаивается, но, наоборот, наращивает твой... Хочется побить. Да, наращивает твой темп эмоционального напряжения, и ты, видишь, ты еще хуже в панике, понимаешь? А ты не был близок к этому состоянию истерики? А, нет, я уже, вот, состояние истерики у меня было первый час, когда меня, вот, закинули в аквариум, потом спустили в подвал сюда. Вот, там, у меня был состояние истерики, такой, паники, ну, что делать? А потом уже успокоился, думаю, ну, посмотрим, что дальше будет. А, уже, дальше уже в этом, в КамАЗе, во Фсиновском, да, там уже спокойно, там же ребята вопались, говорит, слушай, да, нормально все там. И, ребята вопались, там, кто-то воды дал, потому что я же без... Без ничего. Да, без ничего, кто-то печенек дал, кто-то там мандаринчики дал, там, ну, типа, куришь? Я говорю, не, не курю, на тебе сигареты, там, ребятам раздашь, там, ну, потому что, ну, как бы, ну, не принято, там, надо с чем-то прийти, там, чтобы... Многие курят, вот, и ребята были с бирками из хозотряда. Ну, я разговорился, что это такое, а как, а что, они говорят, ну, хозотряд, мы там работаем, нам там, ну, и дальше рассказывать, там, чем они занимаются, как работают, о благах, там, как сказать, о благах того, как ты сидишь, понимаешь, то есть, если ты работаешь, ты в условиях, ну, получше, чем, нежели, там, обычные, заключенные, работают, получают зарплату, ну, вот, и меня начали агитировать в хозотряд, узнавать, что я умею делать, что не умею делать, ну, я вот электрик, я, там, видеоблогер, Монтирую видео, там, снимаю, там, программирую, там, электрические системы, там, ну, и говорит, слушай, ну, все, нам, нам нужен человек такой, с такими навыками, как ты, в принципе, и вот, меня там взяли в предотрядную камеру, где мы, там, помогали, там, работникам, ну, там, этих хозотрядов, там, работать, там, СИЗО, там, тени-чини проводку, там, ремонт камер, там, ну, все такое. Тебе помогали навыки какие-то из экологического мышления, вообще? Да они не помогали, ты понимаешь, ты когда приезжаешь туда и видишь, что все, ты раньше жил по одному образу жизни, а тут все прям уходит в небытие, там, все эти пластики, бумаги, ты все прям... И вариантов нет. И вариантов нет, понимаешь, и ты думаешь, блин... Это, наверное, самое сильное было в наказании, да? Ну, да. Два года жизни без раздельного сбора, как приговоры звучат. Да, у меня, понимаешь, в сумке, ну, там, когда приехал, вот я в СИЗО, там сборочное отделение. Сборка. Ты тоже слышишь? Ага, кто-то шевушится. Сборочное отделение, и на сборке, там, ну, выкидывают все вещи, которые тебе не нужны. То есть, что-то помещают на временное хранение, а что-то там, допустим, конь-кофта у тебя со шнурком. Шнурок вытаскивают, выкидывают, кофту тебе отдают. Вот, ну, для цели безопасности сделаны. И у меня в сумке лежит, я из самолета забрал этот, там, пластиковая коробочка, короче говоря, из-под сока, упаковка пластиковая, салфеток упаковка, короче, ложки, ну, короче, весь тот хлам, который в самолете нам дают. Они его выделили. Да, он такой, он такой открывает, хлам такой, выкидывает. Говорю, э-э-э, стой, стой, не выкидывай, положи обратно, это мне нужно. Я впервые за свою жизнь не слышал. Он такой, ну, я смотрю, как на идиот, такой. В резиновую комнату его. Он странный. Он такой, ну, ладно, и кладет обратно, застегивает. Я думаю, блин, ну, короче, сохраню это вот на память для того, чтобы было, как знаешь, как отщелкивание от твоего пребывания с точки А в точку Б, когда ты берешь что-то уже отходы и выкидываешь в раздельный сбор, понимаешь? Я думаю, для этого оставлю как вот чисто напоминание такого. Ну, и все. Вот, когда все это выкидывали, понимаешь, ты сохраняешь, привез самолета, там, не даешь выкидывать, а тут все просто выкидывают. Блин. Ну, и в дальнейшем просто предложил, давайте там сделаем систему, раздельный сбор, бумагу хотя бы мы собирать. Да, и как они на эту инициативу? Ну, на инициативу откликнулся начальник СИЗО положительно, потому что, ну, как будто интересно. Тем более, Москва, да? Все идут, да, Москва, тем более СИЗО образцово-показательное, понимаешь, что-то должно двигаться вперед, а не назад, а не назад. Ну, и в принципе, забегая вперед, потом начали уже, хотели поставить пресс туда, для запрессовки второсырья, уже там шли об этом разговоры, как его поставить, как проще, как лучше. Ну, в итоге остались на том, что просто хотя бы собирают картон, и потом приезжает машина и забирают его. Вот, вот хотя бы на этом. Знаешь, я тебя слушаю, ловлю себя на мысли, что ты рассказываешь очень, ну, тревожную вообще атмосферу, да, но с улыбкой подаешь. Я всегда восхищаюсь этому, просто сейчас который раз поймал себя на мысли. Ну, давай несколько таких серьезных вопросов. Ты себя считаешь незаконно осужденном в итоге? Я себя считаю, да, незаконно осужденным, потому что, ну, в итоге, по касации, по касационному определению, меня, во-первых, переквалифицировались части четвертой особо тяжко на менее утяжку, часть вторую. Это раз дали штраф 500 тысяч рублей, это два, и закрыли штраф еще? Штраф 500 тысяч рублей, да. Вот, и закрыли дело, закрыли дело за истечением срока давности. И получается такая ситуация, что по второй части срок давности закончился еще там 4 года назад. И ситуация в том, что все расследование было незаконно, судебный процесс был незаконен. Ну, все, все, вот вся, от стадии расследования до стадии, там, моей отсидки, она вся была незаконна. Понимаешь, то есть не должны были расследовать по факту, потому что, ну, потому что не должны были. Потому что была легче статья, да? Потому что, во-первых, была легче статья, это раз. Во-вторых, я, как же говорил, что там по статье 201, там, не нашли ничего, да. А другая статья предусматривает, мошенничество там, да. Как тут, как можно было подтянуть одно к другому, вообще непонятно было. Что ты будешь с этим делать? Ну, сейчас будем встречаться с адвокатом. Адвокат, мы тоже воодушевлены, потому что, ну, он знал изначально, мы говорили на суде, что... Она? Нет? Адвокат, мы очень... Сменился? Нет, у меня изначально был... А изначально мужчина? Но я общался с... Мужчина, да. Потом дополнительный пришел адвокат, еще женщина была в Москве, два адвоката. Вот. И в итоге остался у меня мужчина-адвокат. И вы будете как-то высуживать компенсацию или что? Как это будет? Да, во-первых, будем высуживать компенсацию, потому что время, проведенное в местах лишения свободы, оно получается незаконным, да. И в любом случае нужно будет компенсировать то, что там... Время никак не компенсируешь. Деньги, которые дадут, они тоже, в принципе, особо будут, я думаю, небольшими. Для этого, скорее всего, дали штраф в 500 тысяч рублей, для того, чтобы отсудить компенсацию, заплатить штраф. То есть, логика у судей была такая. Кроме того, рода, по большей части, ну, кто, с кем я общаюсь, там, да, у адвокатов, он говорит, вот, скорее всего, так было. Чтобы закрыть тебе этот штраф. Компенсация раз, и во-вторых, будем сейчас подавать в Верховный суд, потому что это существенное нарушение, уже дальше-то, или Верховного суда, чтобы вообще, в принципе, закрыть это дело как такового, чтобы его не было. Чтобы даже штрафа не было, понимаешь? А фонд с тобой как-то связывался, который вообще инициировал все это дело? Фонд со мной никак не связывался. Мы пытались связаться с фондом, потому что на, так скажем, на подачу, у меня были уже, так как срок небольшой, там, по одной трети можно было подаваться на принудительно-трудовые работы, по полсрока, там, на условно-досрочные, либо исправить трудовые работы. А вот, и когда я подавался на принудительно-трудовые работы, они мне говорят, что, слушай, ну, нам нужны деньги. Я говорю, окей, хорошо, если вам нужны деньги, сейчас к этой ситуации про деньги вернемся еще. Если вам нужны деньги, тогда, ну, здесь у меня зарплата, там, в СИЗО, 10 тысяч рублей, там, из которых, там, 10, все, там, 9 тысячи отправляют, там, жене, потому что, ну. Она одна осталась. Она, да. И говорю, вы определитесь, вам логика нужна такая, вам нужны, либо, если тебе вам нужны деньги, тогда мне нужно перейти на принудительно-трудовые работы, там будет зарплата больше, соответственно, нам могут там отчислять зарплату больше, соответственно, какие-то деньги, чтобы богашать. Они говорят, нам нужны деньги, чтобы ты сидел. Я говорю, давайте только вот теперь определимся. Это прям было открыто сказано? Это прям открыто сказано. И я в открыт тоже говорил, либо вам не либо деньги, либо сидел. и нам это это мы сиди дальше чем фонду нужно было чтобы ты сидел слушай но это было какое-то личное эмоциональное обиды какая-то скорее всего а как это обиды история же больше пяти лет давности имеют они тоже больше уже 10 лет прошло обиды этого копилась или она прорвалась вот в последний год я даже не знаю там пешка ситуация здесь еще и показательный к этому опор здесь она все вместе то есть первое это там фонд это же это большая организация да у них есть юристы юристы на аутсорсинге они там как бы знаешь когда слабые юристы да когда приходит отчитывать юристы ну мы там там себе кином работаем дальше работать понимаешь и как бы работают работаю листам тоже нужно показатели понимаешь и как бы каждый со своей страны стремится каким-то показателям фонд стремится рукодель фонд за скотчерاب чтобы поставить галочку что закрыли мы не знаете там денежно составляющей бы что то еще понимаешь там вот и работники там стремятся тоже что там сделать получается иную юрист выполнять свою функцию получается там передали следовать но следует выполнять свою функцию галочку поставить судья после выполнять силу галочку и париж то вся эта система когда ты невиновен но в системе в общее, когда всем все пофигу. Ты попал в жернова, и все, и пошел. Да, и да, и тут, то есть, это много таких людей, которые попадают там, всем все пофигу. На каждой своей стадии, каждый ставит свою галочку. Поставил, зашибись, все, отдал дальше, чем я там дальше, меня не интересует, понимаешь? И вот так пошло, пошло, пошло. Вот эта система пофигизма и галочек, она блин, очень такая, ну, опасная. А возвращаясь тому, возвращаясь там к деньгам, да, ну, это еще там шнадцатый год, изначально какая-то ситуация, денег взял на развитие, бизнес не пошел у меня. Я говорю, были попытки договориться с ними, давайте там перепишем долг на другую фирму, потому что эта фирма закрыта, она не может осуществлять операции, там, платить, то есть, получается, я не могу с левого кармана заплатить в правый карман, потому что там, ну, это, в этом фонду, потому что мне как бы никто по факту, ну, для организации. Для этого я сделал, в дальнейшем пошел, оформил поручительство, личное поручительство перед займом, что я лично, там, всем своим имуществом обязуюсь вернуть, там, ты понимаешь, что если ты был бы мошенником, ты бы не пошел бы говорить, что ты, там, давайте, я все равно верну вам, я буду лично поручителем, я вам, ну, не похоже, скажем, да, понимаешь, и в итоге они говорят, слушай, нам деньги, там, получается, как бы, нужны, но мы на тебя подаем в суд, отдай нам, отдай нам, и мы тебя будем банкротить. Ребят, для чего? Зачем? Сейчас получается... Это какая-то галочка. Да, понимаешь, а галочка для того, чтобы просто тоже опять списать деньги, что куда деньги делись, давайте спишем их, там, поэтому, это быстрый, получается, план, быстрый вариант списания денежных средств, ну, с висека, ну, вот, и мы тебе банкротим, я говорю, для чего, давайте, ну, вы меня банкротите сейчас, там, там, приставы придут, все изымут, приставы заблокируют счета мне, там, банкротство подразумевает того, что я не могу потом являться директором и занимать руководящую должность, я не могу работать, я не смогу в принципе, кредитной линии, все будет, понимаешь, вы сейчас таким образом, ну, если вы хотите вернуть долг, я буду возвращать его, но в этим банкротством вы меня перечеркивать полностью, абсолютно все, и тогда, в принципе, мне будет уже, ну, очень проблематично возвращать ему что-то. Слушай, нам, в принципе, пофигу, ну, юристы, опять же говорю, опять система, юристы работают, все работают, понимаешь, нам пофигу, мы на тебя подаем банкротство. Ну, в итоге, начинает система банкротства, начинается там, пристально все списывать, приезжают рабидорожные управляющие, работают с рабидорожными управляющими, короче, там, реестр оборудования, реестр там, ну, короче, там, вся бюрократия, понимаешь, бюрократия длится, вот, и в итоге получается такая ситуация, что, ну, меня банкротят, ну, и на суде говорю, слушайте, ну, как, вот, где где мошенничество, если меня, там, не я сам себя банкротил, меня банкротили, и как, как это получается. И в итоге на суде, опять же, звучит такая фраза, слушайте, нам, ну, нам нужны деньги. Я говорю, ребят, по, давайте, если вот вы по закону, там, вы же юристы, там, я юрист, если по закону мы тогда, что после стадии банкротства мы друг другу становимся никем. То есть я банкрот, вы долг вы закрыли, мы с вами разрываем правоотношения любые, я вам даже, в принципе, не могу заплатить, если бы хотел бы, потому что, ну, долг списан, по факту. То есть как выходить с меня списать деньги, как выходить, чтобы я возвращал, потому что этого долга уже нет, по закону. Говорит, там все равно. Вот, вот и ситуация. А ты, ну, то есть я слушаю, примерно я понимал, что там такой бардак, система галочек, но, конечно, не знал глубины всей. Если ты говоришь, что хочешь апелляцию, хочешь во всем этом глубже разобраться, вернуть, да, себе такое доброе, честное имя, ты не боишься, что это запустит какое-то новое дело, они, не знаю, обозлятся на всю эту историю, какая-то будет вендето с их стороны, и будут, знаете, какие-то новые. Условно говоря, так прям формулируя, очень размыто, если уж там бардак, то почему бы им показательно не запугать тебя там чем-то еще? Или ты это исключаешь? Не за что. Ну, до этого тоже было. Да это тоже было не за что. Ну, по факту получается здесь, там, да, вернуть доброе имя-то это раз, это одно, но когда в тебе внутри сидит то, что ты невиновен, ты на все остальное смотришь, как бы там, не воспринимаешь. Я имею в виду других, там, кто-то на тебя там косо смотрит или что-то еще, вот. А здесь нет, не боюсь. Не боюсь, надо дойти до конца, надо как бы эту систему все равно, все равно немножко подталкивать к более позитивным решениям, потому что, какая ситуация? Я набрал статистику тоже, там, в СИЗО читал очень много книг, много разных там, библиотека классная, последняя, самая современная, так скажем, была, вот, ну, и есть она в смысле того. И ситуация такая, что, вот вдумайся, что, там, с 45-го по, там, 48-й год, год, было примерно 10% оправдательных дел. Это было много относительно того, что сейчас... 10% оправдательных дел. Сейчас 0,02. Давай еще раз отдельная фраза. Сколько сейчас оправдательных? Сейчас 0,02. Понимаешь? 0,02. Получается, практически никого не оправдывают. Шанс, шанс, что оправдают осужденного 0,02%. Ну, то есть, он, можно сказать, нет. Нулевой. Он нулевой. И вот, когда слушаешь, там, нашего президента, давайте не сажать предпринимателей, давайте, по-другому относиться к ним, давайте, в принципе, вообще там систему нашу пересмотрим, давайте больше оправдательных приговоров. В позитивном русле стремиться, ну, ты понимаешь, один человек сказал, система галочка, она построена по-другому. С каждого требуют какие-то показатели, и каждый на своем месте старается выполнить показатель. Соответственно, эти две сотых, они так и будут еще, наверное, я не знаю, там лет 20 минимум, понимаешь. Ты знаешь, к твоему вообще делу было очень много неравнодушных. Кто-то откровенно поддерживал, это было большинство. Кто-то говорил, да там, наверное, Роман что-то напортачил с документами. Но одно очевидно, да, что за экономические преступления такого масштаба, пусть даже там созданное такое дело, абсолютно глупо сажать человеку, у которого до этого не было никаких правонарушений такого уровня, в СИЗО лишать семьи, столько людей, которые имели рабочие места у тебя на производстве, лишать работы. То есть это вообще, мне кажется, есть огромное количество всяких экономических рычагов для того, чтобы работать с экономическими правонарушениями. И самое последнее дело лишать свободы и обрывать, и сжигать вообще все мосты, ну, грубо говоря, ломать судьбу. Ты просто еще крепкий сам по себе человек психологический и физический, но я знаю многих людей, которых бы это сломало окончательно и испортило бы там всю жизнь. Поэтому, как бы, несовершенство очевидно. Мы, давай еще вернемся к теме суда и СИЗО. Я хотел бы сейчас поговорить о том месте, где мы сейчас находимся. Это вообще легендарное место. Сколько вообще лет назад здесь впервые ты начал принимать отходы? Помнишь? Год, дату, я не знаю. если вообще так изначально, ну, это, наверное, лет уже, наверное, 18 занимаюсь переработкой пластика. если это 18, 18 лет уже. 18 лет. Даже больше нам уже сейчас. Сейчас эта территория принадлежит твоей семье или тебе? Сейчас она до сих пор принадлежит. Ждем 15 июля будет судебное заседание, апелляция по делу и будем надеяться, что там можем что-то быть позитивное, но, опять же, судя по предыдущим судебным заседаниям и судебным решениям, опять же, судя, несмотря на весь этот бардак и галлос и систему галлочек, не особо я вверху. Ты уже понял. Да. Мы можем прям зайти сейчас туда? Можем, но здесь я пока не знаю, как закрыть пункт приема, если мы можем снять его. Можем найти. Да, давай, давай. Попробуем. А ты его не открывал еще? Не открывал. Пункт приема эксклюзив. Это Кристина, да, тут создала систему замков? Кристина там, да, систему замков. Тут же была большая история, когда Кристина, жена Романа, закрыла пункт приема. Это абсолютно логичное решение, потому что вывозить с большой семьей еще и сортировку отходов это, ну, нереально. Хотя прилетал хейт, но совершенно неадекватный, мол, почему закрыли, но больше всего меня шокировало, что люди по привычке, по привычке, видя огромную надпись, что пункт приема закрыт, приносили пакеты с отходами, несортированными, просто вот, ну, как бы, там что-то разберутся. Люди наверняка знали, потому что история Романа прогремела по всей стране, даже если ты не знаешь, ты видишь, блин, огромную надпись, что пункт приема закрыт, все равно приносил. Ну, понимаешь, я вообще, я возмущался, сидел бесконечно. Тут ситуация была такая, что я свою миссию выполнил, я поставил галочку, я привез, все, от меня, моя теперь карма, короче, очистилась и закрытая. Какой там маленький уголок здесь. Ты здесь не был, правда? Я здесь не был вообще. Ребята, Роман здесь не был больше года в своем пункте приема. Так, что ты думаешь, первые мысли, делись. Да что, навести порядок, ну, в принципе, не там переработать, переработать, то все. Слушай, ну, вообще, давай, раз мы находимся в таком важном месте, какие у тебя планы в экологической деятельности в ближайшее время? Планы у меня дальше заниматься переработкой, но большей части даже не переработкой, а производством оборудования для переработки в Торсовер. Ты хочешь уйти именно в этот масштаб, то есть создавать, делиться этим оборудованием? Да, делиться опытом, потому что я, в принципе, уже шел к этому, к производству оборудования, больше в части старался уже уходить от переработки, и здесь сейчас, наверное, в этом будет сделан упор. Потому что понимаешь, какая ситуация? Правильно ты говоришь, посадить человека можно, разрушить бизнес, семью, решить жилищных условий, можно прямо вот в одночасье, раз, и все. А восстановить все это обратно, опять там, где-то там искать площадку, где-то там искать работников и все остальное, опять же, это полгода, а финансирование, которого у тебя, конечно, за годы твои, у тебя такого не было, в принципе, ты там на обороте работал, как он, да, там, еле-еле, чтобы все это не закрылось, и тут, получается, там, сейчас выходишь, и, блин, где искать финансирование? Его просто нет. Поэтому... Каундфандинг надо запускать. Может быть, наверное, да. Поэтому буду идти в... Ну, как обычно было, люди заказывают оборудование, мы его делаем, продаем. Наверняка за это время как-то переосмыслил бизнес-модель, может быть, какие-то изменения будут? И вообще, будет ли работать пункт приема в том же время? Уже пишут, пока, да, не пишут, а уже, скажем, партнеры слушай, давай пункт приема сделаем. Ну, не здесь, а там, в другом месте. Вот. Говорю, слушай, давай пока что вот сейчас надо еще вникнуть в ситуацию, как, что, во-первых, сейчас пункт приема сделаем, нужно опять это же где-то перерабатывать, мощностей пока для переработки нет, накапливать просто так. Это тоже смысла в этом нету, потому что нету площадей где-то накапливать, понимаешь, и опять же, будешь накапливать, приедут опять, штрафуют тебя, ну, как бы лишняя бюрократическая эта проволочка, никому не нужна. Вот. Либо вторым вариантом есть там пункт приема там на Дженебековской, вот, с ним скооперироваться, да, чтобы они там для нас, допустим, в дальнейшем собирали дополнительный, дополнительный автор сырье, как это было здесь, когда собиралось все, то есть что-то они для них собирать, что-то потом они будут собирать для нас, к примеру. Пока вот не знаю, вот сейчас идем, но ты уже за эту неделю, что ты в городе, получаешь, наверное, какие-то предложения, или как, или вообще, или ты просто пока с семьей не отключил телефон? Нет, телефон включен первую неделю уже, пока дома, пока спал, пока вообще, пока с детьми, там все, вот, а сейчас уже постепенно включаюсь в работу, смотрю, чтобы все запустить, вот, запустить именно производство оборудования. Опять же, как и тогда, я думал, что проблема в разных городах, ну, не реально возить там, из Краснодара, Сочи, там, из Москвы, еще откуда-то, ну, в Волгоград, от вторсырье, это, ну, это нелогично, все должно перерабатываться там, ну, японский формат, да? Да, да, то есть я к этому планировал, что там должно все перерабатываться, и до сих пор с этой логики следует, что мы должны сделать оборудование, поставить вот там, там должно все перерабатываться, не возиться никуда, чем меньше ика след, тем лучше, вот, к этому, к этому идем. Перемещаемся в святых, до этого база, или разруха, ну, ты знаешь, как там, древние римские, такие, ископаемые сооружения, вот здесь тоже, ты здесь уже бывал, я думаю, да, на это не день? Ну, я приезжал по-разному, да, что ты чувствуешь, когда все видишь, потому что подписчики канала, они видели здесь вообще суперразные картинки, пожара, это новая картинка, картинка постоянно удивляет, ты что, знаешь, да, хочу привести пример, знаешь, какой-то такой, что про это, про Эдисона, когда он лампочку там запретал, что там 10 тысяч у него неудач было, и там в итоге, там в конце у него сгорает, там его лабораторию, он говорит, в принципе, пофиг, там 10 тысяч этих опытов, они были нужными, но неудачными, ну, это значит, там 10 тысяч первый, там опыт будет нормальным, ну, так и здесь, поэтому там разрушим, 9 тысяч раз примерно, как с них поменялось, да, разрушим, поменяемся, восстановим, ничего там сложного нет, ну, я не вижу, короче говоря, я и так, и так хотел, когда уже до конца уйдут все эти судебные решения, потому что мы сейчас, опять же, висим уже там, 4-й год висим, просто непонятно, там заберут землю, не заберут землю, как заберут, куда заберут, 4-й год, обалдеть, да, понимаешь, висим, я не могу тут ничего, ничего-то строить, не рушить, блин, просто в подвешенном состоянии, в подвешенном состоянии, понимаешь, в таком, а как ты собираешься вот оборудованием заниматься, когда этот участок в подвешенном состоянии? я здесь и хотел делать дом для себя, там, да, для семьи, вот который, да, да, вот пока ничего не срезали, металл не срезали, но все-таки, надеюсь, может восстановится все, вот, дом для семьи хотел делать, а уже заниматься производством оборудования на другой площадке, но на тот момент просто у меня не было площадки, вот, и, ну, и просто здесь уже было много, там, знаешь, прикипело к одному месту, и поэтому здесь мы что-то делали, так надо переходить в промзону и там заниматься производством, так будет проще. И соседи будут благодарны. вокруг меня ты видишь, вообще в принципе соседей нету, мы их там и не видим, и до этого мы их там особо не видели, так скажем, особо активные соседи приходили, смотрели, довольные, да, приходили, смотрели, вот вы там что-то делаете, и вот зачем вы там что-то делаете, но, а не делайте ничего. Да, не делают ничего, но, поэтому, это всегда было, есть и будет, даже если ты будешь заниматься, там, не знаю, в промзоне, придут какие-то другие соседи, там, и будут, опять же, говорить, зачем вы там что-то делаете. Это нормальная история, к этому отношусь философски, нормально. Роман, не знаю, как тебе удавалось вообще следить за новостной повесткой, но, вот, буквально, новость этого месяца, это признание нежелательной организации одной из крупнейших экологических сообществ в нашей стране, кроме этого, другая крупная организация, также признана инагентом в этом случае, тебя, получается, взяли под стражу, если так можно выразиться, больше года назад, ты, по сути, экологист, оказавшись под запретом, до того, как это стало мейнстримом, да? Пионеры. Пионеры этого движения. Мы с Ультой говорим страшные вещи. Страшные вещи, это пионеры. Как ты вот, как человек, побывавший и по ту сторону, и оказавшись обратно, как ты думаешь, просто я не могу себе ответить на этот вопрос, чем экологисты и экологические проекты движения не угодили? Ну, просто экологисты, они, экологи, они подрывают те, так скажем, да, или находят те социально болезненные там, точки, да, или там, моменты, или нарывы, там, да, в которых люди начинают возмущаться. Наверное, для того, чтобы все было спокойно, и никто не лазил, никто не находил, где там, не расшатывал, не расшатывал, понимаешь, ну, допустим, там, как бы, нашли там свалку какую-нибудь, ну, ты там сколько раз там, я там, сейчас просто шел пешком и вспомнил про КамАЗ, который выливался вот отходы, метров 300 отсюда, выливался отходы там из этого своего КамАЗа, вспомнил, как мы там, как там поймали его, ну, неважно, ты понимаешь, ты опять же там нашел этого КамАЗиста, нашел тут свалку, ты начинаешь всех будоражить, ты начинаешь всем писать, ты начинаешь всех трясти, и никому это не надо, понимаешь, зачем ты их трясешь, ну, как бы, со своей стороны, блин, какое-то письмо пришло, кто-то какой-то активистом экологический, опять там начинать что-то там, зачем? Просто создавали помехи, просто я, я знаю, вот, что истинный экологист, он никогда не приплетает политику, да, он за, там, максимально нейтрален, он за то, чтобы качество окружающей среды улучшалось. Да, вокруг тебя мир был лучше. На этом фоне, я вообще не понимаю, мол, ну, вот даже те люди, которые принимают такие решения по организациям, они же должны понимать, что их детям, там, расти в этой среде, если за эту среду никто не будет бороться, никто не будет ее улучшать, то пострадают все вообще абсолютно. Либо была бы какая-то, не знаю, там, урегулирование деятельности экологистов, я бы еще понял, но вот такой комбайн, который сейчас наблюдается, он очень тревожный, и что бы ты, не знаю, посоветовал тем экологистам, которые сейчас испытывают эту тревожность, что их запретят, заключат под стражу, но ты как человек, который прошел это мельное поле, как ты думаешь? По меня, чтобы у меня варм бы эти мурашки покушали, от того, что сейчас делать, когда, когда за любую, за любое высказывание, там, в области экологии, могут там, привлечь, там, ту же политику, и, соответственно, ты вроде бы хотел сделать что-то полезное для общества, для своей страны, для своей страны, а уезжаешь, не знаю, места не столь отдален, да, и вот, вот как с этим жить и думать об этом, я еще пока не могу, понимаешь, не могу, вот, не знаю, переформатирую свой мозг, или пока вникнуть в эту реальность, как это, понимаешь, не понимаю пока еще, не понимаю, но для того, чтобы все это было, все было тихо в стране, ну, для этого всех экологистов, а так как мы, понимаешь, как лакмусовая бумажка, настроение в обществе, в социальной среде, там, да, мы везде, вот, для того, чтобы не было этих вот точек, и красной бумажки, что здесь, вот, блин, состояние опасности, там, в обществе, чтобы никто об этом меньше говорил, поэтому для этого, наверное, все это сделать, мое такое личное, моя личная точка зрения, как сейчас будет дальше, как там, что же приглашают на всякие разные акции, давайте там, вот там, подождите, давайте я, да, сначала законодатель, законодатель, изучить, вот, иду, посмотреть, да, посмотреть, что там, что можно, что нельзя. Кстати, про изменение твоего взгляда на все это, мой следующий вопрос, что, вообще, федеральная служба исполнения наказания, она же, идеально как должна работать, человек попав в эту систему, правонарушитель, признанный судом, он должен как-то переосмыслить свою деятельность, справиться, да, скажем так, исправиться, ты сколько вообще провел в СИЗО? дней. Я провел, там, один год, четыре месяца. Вот за это время, какой ты себе сделал вывод насчет случившегося, либо вообще насчет, там, своей жизни, насчет своего поведения, каким мыслям ты пришел, можешь ли ты поделиться? Знаешь, одна странная мысль такая, когда ты себя чувствуешь, там, невиновным, так скажем, да, в преступлении, и ты вот попадаешь туда, и ты не понимаешь, вот за что, вот вообще не понимаешь, за что ты там, потому что ты вроде делал что-то полезное для страны, для людей, для, там, для других, там, так скажем, и ты не понимаешь, за что, блин, как, что за нестыковка. У меня была, вот, конкретно нестыковка, понимаешь, я не понимал, и вот до сих пор, я, я не понимаю, но, понять можно, так скажем, других, которых, к примеру, украл, в тюрьму попал, понятно, у него теперь осознание того, что, блин, ну, не надо воровать, либо, там, какие-то другие статьи, там, да, понятно, что за что конкретно, и вот, теперь это делать не нужно. В моем случае, и опять же, я расскажу тебе историю с вот этим длительной положительной динамикой, когда судьи отклоняют твое ходатайство на принудительную работу, либо на исправительную работу. А тебе сколько раз отказывали? Мне отказывали, там, мне три раза отказывали. И какая была формулировка? Вот, нет положительной динамики, длительной. Нет положительной динамики? А я им говорю, ребят, ну, у меня, вот, там, три патента, там, по экологии, ну, и, там, типа, не, как ты скажешь, не то, что не реабилитировался, а для общества, там, не полезен для общества, пусть еще там посидит и справится. Я говорю, слушайте, у меня там три патента, это вот направлено на достижение социально полезных целей. Один патент я написал в камере, понимаешь, сидел, писал, изучал, вот, там, через жену, там, отправили заявку на патент, говорю, вот, ну, то есть я сижу, делаю полезные вещи, это не только не для себя, а для общества. Как, как, как вы можете говорить, что там королев, который, да, чертежи космических кораблей рисовал. Кстати, хорошая история, что, понимаешь, вроде человеку делал полезное для общества, а в итоге все равно, там, и тот же Сахаров, изобретатель, там, водородной бомбы тоже, тоже сидел. И не состыковка такая. Много делаешь полезного, и не понимаю. У тебя нет ненависти на этот счет к всей правоохранительной системе, судебной? Что ты, ну, год и четыре месяца, по твоим убеждениям, сидишь не незаконно, ну, вернее, когда законно, оно не не обоснованно. Не обоснованно, да, спасибо. У тебя нет на этот счет какого-то такого прям, или ты уже это пережил, знаешь, как принятие, стать. такое тоже было. Вот. Ну, я стараюсь жить позитивно, мыслить позитивно, ненависть, это одно из, там, таких разрушительных факторов, влияющих на тебя, на твое сознание, на твой мозг, на поведение твое, понимаешь? И здесь нужно принимать все это философски. Если ты на философски смотреться не будешь, то там тебе будет очень плохо, понимаешь? Ты должен, ты обязан прийти к философскому восприятию, что это некий путь, который должен пойти. И плюс ко всему, там, с женой, когда созванивались, я говорю, слушай, я там, все там 18 лет не был ни разу в отпуске, понимаешь? Я не ездил на море. Я такой, я уже вот последнее время думаю, блин, отдохнуть бы там хотя бы на месяц. Я не могу вырваться, потому что дела, дела постоянно. И, понимаешь, я такой думаю, что так, вселенная приняла твой, твой вызов, и я такой думаю, ну, в принципе, у меня получался срок, там, один год, восемь месяцев я должен отсидеть там в тюрьме, не два года, с учетом пересчета в СИЗО. И думаю, ну, вот, 18 лет, там, по месяцу за каждый год моя работа, утрирована так, что, давай договоримся, что это первые и последние. Да, вот, я тоже. Лучше как-то по-другому. И к этому философски, что-то, во-первых, в отпуске побывал на раз, ну, блин, это хреновый пример. Не, ну, это, кстати, как история о том, как работать со стрессом. Да, как со стрессом, и как ты формулируешь свое желание в отправляющую вселенную, она тебе возвращает в таком, в немножко... Главное не уйти, знаешь, глубоко так, а где шезлонг, да, требовать. Плюс ко всему, я хотел заняться там уже, я и так уже сидел, занимался написанием книги по экологии, и думаю, ну, в принципе, вот, время есть, уже больше времени. Хотя мы там и работали, но уже больше времени по написанию книги. Хотел почитать что-то интересное, то есть к этому тоже сильно вернулся. Ну, и много таких вот, таких позитивных моментов, ну, нужно искать, там нужно искать позитивные моменты, в любом случае. Без позитивных моментов ты там просто сгоришь. И все, попадая туда, ты смотришь на все это позитивное, иначе просто, ну, нельзя по-другому. Это сильно. Это, ну, иначе ты становишься угрюмым, озлобленным на все, и, короче, мой совет такой, посмотрите на все позитивное. Вот. И, то есть много литературы я нашел, почитал там, которые бы я никогда в жизни не прочитал бы здесь, наверное, никогда в жизни. Одной из там, одна из книг. Давай топ-3 книги, прочитанных в СИЗО, которые твое сознание как-то отронули. Я тебе скажу, наверное, для меня, которая важная книга, которую я, наверное, никогда в жизни не прочитал бы здесь, не нашел бы ее, просто чисто физически. Это академика Вернадского. Про ноосферу, что ли? Научная мысль, как планетное явление. Вернадский, он же как основоположник устойчивого развития. Устойчивого развития, да. Ноосферы, что наша Земля, это огромный мозг, и он постоянно движется, изменяется, думает. То есть это книга 54-го года, которая... И ты нашел ее в библиотеке? Вообще. Понимаешь, я когда открыл эту книгу, думаю, да, ну... Я все время... Мне что-то нужно было. И вот она здесь, понимаешь? И мысль такая, наверное, я из-за нее сюда приехал. Ну, по-другому никак не могло быть. И вот она очень сильно переворачивает твое сознание. Очень сильно. И она тяжелая, она тяжелая. Это научный труд, научный трактат. Никто там, кроме экологов, может, никогда в жизни ее не прочтет. Или там, геологов. Никогда в жизни. Но она интересная с точки зрения, это просто философии, нашей планетной философии, как все живет, как все движется, как там тот же муравей существует с человеком, и как муравей влияет на человека, и как человек влияет на муравья. Понимаешь? Вот это вот все вместе в коллаборации работает. Я тоже. Мы когда учились на эколога, у нас был целый курс про Вернадского. И у нас были преподаватели, которые прям фанатели от его трудов. И мы не всегда видели в этом ценность. А потом, когда уже погрузился в устойчивое развитие, я такой, ох ты, там упоминание Вернадского, что-то знакомая фамилия. Потом читаю определение «Ноусфера», у нас в институте газета так называлась «Ноусфера». Это сфера соприкосновения человеческой популяции с природой. То есть, по сути, где мы все находимся. То есть, я вообще вау. Вот это да. Круто. Есть еще какие-то книги? Нет, наверное, все остальное это так в области бизнеса. Короче, рекомендую. Много там было книг из собраний в топ-коллекции там Сбербанка. Ну, не будем рекомендировать Сбербанк. Они не платили за интеграцию. Вот. Много мотивационных книг. Ну, вот, вот прям сейчас, вот сейчас вспомнить именно вот именно она. Ну, и знаешь, я когда пишу книги, я для своей дальнейшей книги по экологии выписываю какие-то ссылки, какие-то мысли для того, чтобы потом, ну, потому что один ты, там, я, ты, кто-то еще, но нас мало. Нам нужно объединяться, нам нужно что-то, может быть, книга какая-то, написанная, в будущем изменит человека, там, мало ли кто там просмотрит, там, наши ютубы, может, там, или инстаграм, или что-то еще, но я к этому, чтобы, опять же, моя мысль тому, чтобы менять сознание человека к позитивному мышлению, в гармонии с природой, вот в этом. давай на этой мысли завершим, на самом деле, мне очень приятно видеть тебя таким же позитивным, потому что я, честно, ехал на эту встречу с какими-то своими мыслями, Кристина, она в прошлом видео сказала, что вот ты сильно изменился, ну, она тебя знает по-своему, да, мы тебя знаем по-своему, в моем понимании, сильно, сейчас я увижу там бритоголового в наколках такого человека, который будет там блатовать и все такое, но ты остался тем же добрым, искренним, позитивным человеком, и это очень круто, что тебя система пыталась сломать, но не продавила, по сути, можно сказать, ты сломал систему, да, таким образом, и мы очень хотим, я, все экологическое сообщество региона и страны в целом, хотим, чтобы ты скорее вернулся в деятельность, вернулся с новыми силами, с новым запалом, меньше тебе проблем с бюрократией, чистых, прозрачных дел для всех сторон, вот, и спасибо большое, что вернулся, спасибо тебе, и продолжишь деятельность, спасибо тебе, вот, всем пока, Роман Себекин, эксклюзив. Субтитры создавал DimaTorzok,